Ребят, всем привет! Как вы знаете, я недавно стала мамой, и теперь мне нужно еще более внимательно относиться к своему питанию, а хочется поесть что-нибудь вкусного, поэтому я скачала приложение Foodroom и приготовила вот такие вот ппшные пирожные картошка. Ребят, мне сахар особо нельзя, поэтому я ем ппшную картошку. Нашла я рецепт в приложении, мне очень понравилось, я подумала, что будет вкусно. Здесь вместо печенья хлебцы, вместо масла банан, вместо сахара мед и так далее. Приготовила я это буквально за 15 минут. Давайте попробуем, что получилось. Есть, честно, вкусно, даже неожиданно вкусно, потому что обычно такое у меня получается не очень вкусно, скажу я вам так. Но это и неудивительно, потому что в Foodroom все рецепты проверены модераторами, и по их рецептам точно получится вкусно. Также я могу смотреть все скидки в одном приложении, а еще ты можешь заказать необходимые продукты для приготовления рецепта прямо из приложения. Это круто, и такого я вообще нигде не видела. Ну и плюс, знаете, я сейчас активно слежу за белками, жирами, углеводами, и с Foodroom это делать еще проще, потому что там просто все расписано. Ребята, рекомендую попробовать, заходите, ссылка будет под видео, скачивайте приложение и готовьте так же вкусно вместе со мной. Так, ребят, всем привет, ну как вы соскучились по мне? Так, 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 сейчас подождите-ка. Всем привет. Ребят, сейчас фокус пока на роллы, посмотрите, какие, блин, упали, какие красивые. Ничего страшного, у меня тут стол, они на стол упали. Ребят, уложили мы нашего ребенка спать. Так, ребят, делаю фокус на себя, на роллы, на все. Надеюсь, что вам все видно, всем привет. Ох, ребят, ну что, поздравьте, я родила. Сейчас, сегодня на самом деле хочу в этом видео поделиться своими эмоциями. Знаете, ожидания, реальность. Кстати, в прошлом видео я столько хейта поймала за то, что просто рассказала, как я готовилась к роду. Кто смотрел мое прошлое видео, вы писали какие-то злые комментарии какие-то? Или вы тоже в шоке? Ребят, я, знаете, искренне поделилась своим опытом. И, кстати говоря, без, если честно говорить, весь мой опыт, о чем я там говорю, он мне очень помог. И я не могу сказать, что это какая-то фигня. Знаете, мне многие там писали, сразу видно, что не рожала. Вот родила, ребят, и все, что я в прошлом видео сказала, под всеми словами я подписываюсь. И вот. Родила, кстати, я достаточно легко, хорошо. Я думаю, благодаря тому, что у меня была команда хорошая, которая мне все время помогала. И не оставляла меня одну. Вот так. Так. Ну что, давайте пробовать. Ребят, я заказала из... Место называется Буба Суши. Давайте посмотрим. Они, на самом деле, знаете, такие немножко все развалистые, как будто бы. Но мне кажется, очень вкусные. Я голодная. Только-только я Арину ложила спать. Она осталась с Сашей. Он за ней средит ее, качает. Время 10 вечера. Ну, давайте вкратце, ребят. Да, я родила. Все прошло хорошо. Я когда рожала... В общем, у меня очень хорошо шла первая часть родов, когда вот идет раскрытие, всякое такое. И мне говорили, ты будешь ставить эпидуральную анестезию? А знаете, я понимала, что мне легко, в принципе. Я отказалась. Вот это с крабом вкусно. Я отказалась. А потом, когда поняла, что, в принципе, можно было бы и поставить, уже было поздно. Вот. То есть, знаете как, девочки, я не думала, знаете, что роды так четко делятся на две части. Первая часть – это схватки, именно когда идет раскрытие. И все говорили, что схватки – это самое болезненное. Ну, ребята, у меня схватки прошли вообще очень лайтово, как мне кажется. Я думала, ну, если у меня такие схватки, то, наверное, и рожать мне будет так же не больно. Нет. Именно вот именно рожать, именно роды, именно вот тужиться – вот это боль. Ну, как бы... И то, что... Это, знаете, даже не боль. Это просто огромный физический труд. Ребята, это с угрём. Во-первых, это огромный физический труд. Вот на грани сил твоих. Очень вкусно. То есть, ты там выжимаешь из себя максимум. Мне не было больно. Знаете, как говорят, роды – это равноценно, что сломать все кости. Но такого не было. Было тяжело очень. И в моменте казалось, что, блин, так нельзя вообще. Было страшно, знаете. Вот. Но я не могу сказать, что это прям такая боль, как... Наверное, удалять на живую зуб больнее, мне кажется. Вот что я скажу. Это чисто вот мои ощущения. Я немножко к другому, если честно, готовилась. Вот. Но... Опять я говорила, что там команда важна. Реально важна. Это такой лосось с аллокадом. Важна, потому что... Они не дали мне... Там, разорваться. Они мне очень помогали. Они прям со мной это все проживали. И поэтому я нисколько не жалею, во-первых, что у меня там был врач, что был акушер. Потому что если бы я была одна, это бы все растянулось намного дольше. А так, получается, мы приехали в 11 вечера в больницу. И в 6 утра я уже родила. Вообще, по поводу родов. Это надо отдельное видео снимать, потому что я сегодня хочу, знаете, так пробежаться. Потому что роды... Родами, да. Но, ребят, самое интересное начинается, когда... Ну, во-первых... Блин. Сейчас. Когда ты приезжаешь домой с ребенком. Или даже, когда ты, во-первых, остаешься один на один с ребенком. И там его надо кормить. А у тебя особо нет молока. Только там молозива немного. Ну. И потом, когда ты приезжаешь домой. И сначала ты в эйфории. Я была в такой эйфории просто. Я думала, да, я хочу еще детей. Я хочу еще там двое сразу, чтобы у меня вот быть... Ну, короче, вы поняли. Типа изначально ты в таком восторге от этого ребенка. Что он такой красивый. Они когда рождаются такие, как бы, помятые. А потом она такая, ну, как бы, распрямляется. Да, то у нее уменьшается носик. Такие щечки. И ты такой думаешь, блин, я не хочу еще. Потом на следующий день у меня был упадок. Я прям... Ну, естественно, тяжело, потому что постоянно нужно ее там кормить. К ней вставать. Она там не спит. Ей тяжело спать одной в кроватке. Ей хочется все время спать со мной. Да, там на мне, на груди. Вот это все, оно дает себе знать. И вот сейчас прошла... Уже мы... Мы дома чуть меньше недели. И у меня уже адаптация, знаете, проходит. То есть я адаптируюсь, и мне становится легче. Я не так устаю. Я там высыпаюсь. Но первые дни мне было очень тяжело. Потому что она плохо спала, ужасно спала на второй день после родов. Я считаю, с ней всю ночь не спала. И вот этот недостып у меня накапливался. Я прям была в упадке. Но вот буквально вчера день, позавчера, мне уже стало легче. Вот. Конечно, вот так вот выбраться, записать видео тоже сложно. Потому что она спит еще пока урывками. Я не понимаю ее графика. Вообще первое время настолько фигачат гормоны. На самом деле я это вот чувствовала на себе. То есть я на нее смотрела в первые дни и просто плакала. Вот так, ребят. Ну, это гормоны. Это гормоны, да. Слушайте, я голодная. Доставку я заказала в пять вечера, в шесть. Ее привезли. Без 29. И сейчас вот 10 я только села есть. Что еще вам рассказать? Я прошу вас заходите в телеграм, потому что там я сейчас соберусь вообще силами, буду ходить в телеграм. Я думаю, что там я расскажу о родах раньше вообще. Но я убеждена, если бы я рожала одна, если бы у меня все время надо мной не стояли врачи, это бы все растянулось. Так они меня, знаете, быстренько-быстренько провели раскрытие такие. Ну, все, типа, давай. Теперь начинаем рожать. Я, если честно, думала о том, что я не буду сильно тужиться. Что есть там рефлекс изгнаний и так далее. Но мне пришлось реально попотеть. Не знаю, может, что первые роды. Но я вам так скажу, что это действительно один день. Потом ты даже сразу это забываешь. Потому что это прошло. И все, у тебя уже ничего не болит. То есть у меня после родов было состояние легче, чем после операции, когда мы делали операцию. После операции я не могла ходить. Там два дня мне было больно ходить. Здесь же я, ну, через пару часов уже могла спокойно ходить. Ребят, я, если честно, настраивалась на легкие роды. Вообще на такое достаточно легкое материнство. Ну, как-то я себя убеждала, что все будет хорошо. Роллы очень мягкие. Очень нежные, очень воздушные. Видите, у него такой небольшой слой риса. Классные, очень вкусные. В общем, я себя настраивала на легкие. И, в принципе, так и получилось. Но я, знаете, была готова к любому исходу, потому что я думала о том, что если там нужно, чтобы не сделали кесарево, пусть делают. Если еще что-то будет нужно, пусть делают. То есть у меня не было такого, что я вот хочу сама родить без анестезии. Нет. У меня было такое, что я посмотрю, если мне будет больно, я поставлю анестезию. Но мне, правда, вот в первой части родов, когда идет раскрытие, мне было не больно. Но это было терпимо. Но потом действительно начинается тяжело. Потому что, понимаете, нужно сначала опустить головку в таз, а уже потом ты рожаешь. И вот когда тебе делают эту анестезию, то она сама опускается в таз. Без анестезии ты сам будешь это делать. И это, ну, трудоемкий процесс. Но, знаете, мне помогло одно видео, в котором говорилось, что вот у тебя начались роды, и время играет тебе на руку. Что они в любом случае закончатся, и тебе нужно сейчас постараться поработать, выжить максимум из себя. Ни в коем случае не сдаваться, и все получится. Мне это помогло, потому что воздругих видео все, знаете, говорили такие вещи. Вот. Да, роды. Там можно даже не тужиться, можно только на дыхании. Что совсем не обязательно. У меня, допустим, на дыхании вообще ничего не получалось. То есть процесс не двигался, мне необходимо было именно с усилием работать. Вот. В целом материнство классная вещь. Новые такие эмоции. Но ты всецело отдаешься человеку. Ты ночью проснулась. Мы записываем, ребят, с вами 13 минут. Сейчас, если я расплачусь, пойду к ней. А потом выйду, может быть, и запишу. А может быть, так выложу. Плачет. Ну, дала мне полчасика. Я пока здесь все приготовила. Пока выставила свет. Ну, знаете, первые дни вообще, они еще такие дети маленькие. И ты еще не понимаешь, что им надо. А им, на самом деле, нужно только кушать и спать. Особо сильно их не перегружать. Потому что они прям малыши. Они еще адаптируются к этому миру. А мы что-то сразу стали. Ой, давай я там график, какой-то режим придумывать. Что-то вот надо ее будить, не будить. А по факту она утомляется от того, что просто там кушает и так далее. Пойду. Сейчас скоро вернусь. Ребят, ну, там вроде как они справляются. Не знаю, все посмотрим. Но мне в целом нравится. Еще у нас достаточно классный, спокойный ребенок. Но, я не знаю, многие так родители говорят, что у них на первом месяце жизни дети все классные, спокойные. А потом, мол, они начинают хардкорить. Там в три месяца, в два, когда у них уже начинает выстраиваться режим. Нет, все, я пошла. Пока. Ребят, в целом, в общем, снимать пока что невозможно. Ребенок не хочет спать. Мой ролл сейчас все уже заветрится. Вот так. Знаете, я немножко так вам рассказала все, что как бы хотела. Пока что еще ощущения сумбурные. В целом все классно. Вот. И знаете, наверное, я расскажу вообще про родительство, про это все чуть попозже. Надо хотя бы немножко привыкнуть, хотя бы месяцок, знаете, с этим совсем пожить. Переварить это все. Вот. А по поводу родов я сделаю отдельное большое видео, где расскажу прям в деталях, что как было. Вот у нас есть видео, фото этого всего процесса. Но, блин, если честно, даже я вот смотреть все эти вещи пока не хочу. Потому что у кого-то просто, знаете, этот процесс занимает быстро. Вот мне понадобилось где-то часа два. Такое. Вот. Ну не плачь. Он пока лежит. Нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Короче, сейчас мы пойдем там у менять памперсы. Кстати, по весу. Вес у меня вернулся практически тот, который был до родов. Я же свежу 73 килограмма. Но, конечно, хочется до 65 мне сбросить. И вообще, знаете, такое настроение сделать себе губы, сделать татуировку. Начать спортом заниматься. Ролла обалденно вкусная. Я тысячу лет их не ела. Просто. Кто рожал, девочки? Пишите, как вам. Было ли вам плохо все время? Либо. Так же, как у меня, только концовка тяжелая. Родила бы я еще? Да, родила бы. Я думаю, что второй раз вообще все это легче происходит. Опять же, девчонки, я не преклонна, что важна команда, специалисты. Это самое важное. Чтобы вам оказали нужную помощь и не оказывали ненужную помощь. Все. Всем пока. Да? Да.